Самый низкий узровень воды за весь период надзирания был зафиксован в минулом году. Всё лето ситуация не просто повторяется, а лишь может поставить новый антрекорд. Крытичное снижение обумовлено некалькими факторами. Малоснежная зима, отсутность осенней поводки и опадков. Некоторые водоемы литерально высыхают. Потерпели и буйные реки, такие как Днепр и Сож. Увы, кучаго, пагоршились умовы работы и рашного транспорта. До того же, когда ситуация заховывается на долгий термин, это негативно повпливает на популяцию рыб. На фоне низкого половодия и недобора осадков уровни, конечно, значительно ниже. Хотя, если взять на Днепре, на участки Жлобин-Лоев, то здесь отмечался летний дождевой поводок. Поэтому уровни до июля еще были более-менее, скажем, средние. И когда уже к концу июля и началу августа была сильная жара, недобор осадков, то, конечно, и падение уровней стало интенсивным. Дорыш и сёня у день будет первоважно без опадков. Максимальная температура по ветру до плюс 25. До конца тыдня характер на дворе истотно не изменится. Дожжи не прогнозуются, слубки термометра уздымутся у ночи до плюс 14, у день до плюс 25. На выходных местами махчимо повышение температуры по ветру до плюс 27 градусов. Такие показы, когда речи выше и за климатичную норму приблизно на 5-6 градусов. На текущей неделе территория области будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. И в связи с этим будет теплая и преимущественно сухая погода. В последние годы это довольно типичная, характерная погода для начала сентября. Были температуры и выше в начале сентября. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель».